Благословен Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Сегодняшний раздел Торы называется, как и третья книга Торы, «Ваекра» и «Возвал». В комментариях эта книга часто называется «Торат Каганим», «Законы для Кагенов». И главная тема книги Левит – это жертвоприношение и святость. Обычно эта тема не очень известна, не то что изучена в церквах, потому что не всегда понимают, как это все применимо к современной жизни. Частично есть понимание, конечно. Поэтому мы сегодня углубимся, именно если здесь говорится, в данном разделе Торы здесь говорится о правилах принесения жертв, добровольных, благодарственных и грекоочистительных. И мы рассмотрим некоторые моменты, связанные с жертвоприношением, чтобы мы более глубоко понимали, чтобы мы поняли жертву Ишоа, потому что здесь, конечно же, все оно указывает на эту главную жертву. И давайте мы прочитаем книгу «Ваекра» или «Левит» с 1 глава, с 1 по 9 стих. «И возвал Господь к Маше и сказал ему из киньи собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям с киньи собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжение, имеется в виду для молитвы покаяния, то есть он перенос своих грехов на это невинное животное. И приобретет он благоволение в очищение грехов его, жертва еще живая, а он уже благоволение получил. Это жертва всесожжения. И заколит тельца пред Господом, обратите внимание, сам заколит, то есть он тоже принимает участие. Сыны же Ароновой священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который в ходе с киньи собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения, и рассечет ее на части, сам. Сыны же Ароновой священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ароновой священники части, голову и туг на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги вымоет он водой, он сам. И сожжет священник все на жертвеннике во всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу. Ключевое слово – жертва. Поэтому, как я и говорил, мы будем больше говорить, может быть, даже не сколько о конкретной жертве, а больше о жертвах, чтобы что-то, может быть, услышать или понять, что мы ранее не слышали. Поэтому, смотрите, Тора не объясняет, в чем смысл жертв. Просто об этом жертва для того-то, для того-то – это не учебник. Но из жизни праотцов видно, что жертвоприношение было чем-то естественным, как молитва. Это шло изнутри их. И во многом, я так полагаю, что жертвы, которые приносили праотцы, это были жертвы, больше похожие на жертву всесожжения или на жертву мирную. А основное слово «карбан» – жертва образовано от слова «караб», значение которого близкий или, если в глагольной форме, приближающийся. То есть, таким образом, жертва понимает как средство приближения к Всевышнему. И принесению жертвы должны предшествовать чувство благодарности Всевышнему или раскаяния в совершенном проступке. А сам процесс принесения жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к Богу. И об этом не всегда говорят, но даже в толстых теологических справочниках, я специально порылся в некоторых, не везде говорится, буквально только в одном нашел отличие, коренное отличие жертв, которые приносил Израиль, от тех жертв, которые приносили язычники. На первый взгляд, ну, одно и то же. Животное, животное, молитвы даже там произносили. Ну, то есть, внешне все вроде бы то же самое. Но, смотрите, коренное отличие жертв, которые приносил Израиль, было от язвических жертв, заключается в том, что они приносились в рамках уже заключенного завета между Богом и еврейским народом. Язычники с помощью жертв они пытались задобрить Божество или привлечь на свою сторону. Понимаете? А здесь уже было, Господь сам пришел, Он говорит, я вас люблю, меня задабривать не надо, я и так вас люблю, я среди вас. И поэтому жертва, как видите, она носила совершенно другой характер. И людям оставалось, имеется в виду еврейскому народу, Израилю, оставалось только сохранять эти добрые отношения с Богом и быть благодарными за Его доброту и участие в их жизни. И принесение жертв предполагало, что, живя повседневной жизнью, человек мог непреднамеренно, за преднамеренный грех жертвы не было. Вы можете сказать, а что же было, что с человеком было? Человек мог рассчитывать на милость Божью, но жертву за это он не мог принести. Понимаете? То есть он молился, я верю, что ему прощалось все, если это было искренне, но жертву он за преднамеренный грех он не мог принести. Так вот, человек мог непреднамеренно согрешить, стать нечистым и потерять Божье благоволение и общение с Богом. Жертвы в соединении с личным раскаянием позволяли устранить эту нечистоту, снять вину, получить Божье прощение и восстановить отношения с Творцом. И знаете, в чем еще была великая благодать именно вот тех жертвоприношений, которые делал Израиль? Это определенность и достаточность жертвы. Потому что язычники, они приносили жертвы внеопределенности. То есть они не знали, что может задобрить, они предполагали. Поэтому они наряду с материальными жертвами, они приносили людей в жертвоприношение, и детей даже своих, что было мерзостью перед Богом, из-за что многие народы, они были просто стерты с лица земли по повелению Божьему. Итак, израильтянам Бог говорил, вот делайте так, и этого будет достаточно, достаточно, чтобы примириться со мной. Просто если задуматься, мы понимаем, что это великая благодать знать, что есть определенный путь. И все Писание говорит, что Бог всегда является инициатором восстановления отношений человека и Бога. У Бога всегда отношения есть к человеку, у человека не всегда есть отношения к Богу. И Бог всегда является инициатором, и всегда Он определяет путь. И вот этот путь, который был дан в законе, конкретно в системе жертвоприношения, которую мы сегодня рассматриваем, это и был на то время определенный Богом путь восстановления нарушенных отношений. И так было во время Синайского завета. И так есть и сейчас, когда Ешоа своей жертвой на кресте, как написано в Евреям 10.19, стал путем новым и живым к восстановлению отношений с Богом. Вот на что указывали жертвы. Они указывали на то, что есть путь, ну и одновременно, надо об этом не забывать, для тех людей. Это был не только образ, да? То есть они не приходили и говорили, ну это образ, там будет Ешоа, и мы там… Не-не-не, они реально восстанавливали свои отношения. Но и одновременно, мы будем говорить, была определенная ограниченность этих жертв. Ну если понадобился путь новый, значит старый путь примирения был, хотя и достаточен на то время, да? Ну тоже имел определенную какую-то неограниченность, да? Мы тоже… То есть определенную ограниченность. Вот смотрите. «И возложит руку свою на голову жертву». Это мы читаем четвертый стик сегодняшнего вот этого отрывочка. И приобретет он благоволение в очищении, это так в переводе, ну в еврейском переводе в искупление, там реально искупление, в искупление грехов его. Еврейский корень кхафар, искупать, имеет такое же значение быть аннулированным и одновременно скрывать и прикрывать. То есть два значения. Полностью аннулировать, да? И такое, знаете, полумера какая-то, да? Прикрыть, да? Я долгое время, я посмотрел свой последний комментарий, я считал, что действительно прикрывать. Ну, понимаете, когда вот если посмотреть значение слов, когда Бог говорит, там написано «воискупление». И далее мы видим, что этот грех, он перед Богом как бы переставал существовать. Но в то же время вот это прикрытие, оно немножечко вызывает какие-то сомнения. В чем же тогда покрытие? Я предполагаю, то есть мое богословие на текущем мире, то, что я думаю, то, что реально грехи прощались. Бог, он не мог быть Богом полумер. Если он прощал, то он прощал. А не так, я прощаю, ну, так немножко прикрою, там не совсем все хорошо. Нет, нет, с этим делом, он говорит, все хорошо. Но, друзья, смотрите, вот что, послание опять же к евреям, 10 главе сказано, что жертвы животных не могли истребить грех, то есть они не могли изменить внутреннюю природу человека. То есть грех прощался, но человек-то со своей грешной натурой оставался перед Богом, да? И Господь это видел, и вот это вот, оно покрывалось. Ну, это так я считаю, на текущий момент, и мне это кажется более правдоподобным. И это показывает вот эту двойственность вот этого слова кафар, искупление на то время. Еще раз отметим, что жертвоприношение, они были единственным и исчерпывающим средством и путем данным евреям для поддержания отношений с Богом. Возникает вопрос, почему кровавых жертв было недостаточно для изменения грешной природы? Ну, можно было больше жертв принести, да? Не одного тельца, тысячу тельцов, и вдруг бы так все оно исчезло. Почему закон, в том числе и жертвоприношение этого закона, были только детоводителем ко Христу? То есть они вели, они что-то показывали. Исходя из Писаний, я думаю, я уверен в этом, была ужасающая природа самого греха. Мы должны, друзья, мы должны об этом тоже постоянно помнить, о том, что грех – это неповиновение Бога, это то, что разделяет творение. То, что разделяет творение со своим Творцом. И Писание, оно свидетельствует нам, что грех, который был совершен, да, в Эдеме, он настолько сильно искажает природу человека, природового отношения с Богом и между людьми, что это коренным образом влияет и на весь материальный и духовный мир вокруг. Писание говорит о том, что тварь, ну, то есть все творение, все, что видимо и невидимо, оно стянает и мучается до ныне, не только оно, но и мы сами ожидая искупления. Грех, он исказил прекрасную землю, он все исказил, понимаете, он исказил даже духовный мир, потому что мы знаем, что часть духовного мира, она оккупирована или там ей пока позволено темным силам находиться. Значит, то есть и духовный мир, и материальный мир, он искажен. И даже, Иоов говорил, даже звезды пред лицем твоим, они тоже, они не чисты. Понимаете, вот. И теперь давайте вот представим, достаточно ли какой-то жертвы, да, ну, там, добрых дел, вот сколько надо добрых дел, чтобы устранить вот это вот, такой раздел, такое искажение всего видимого и невидимого мира, да, вот поехать в Израиль, да, там, по святым местам походить, пойти поставить свечку, или в Ватикан послушать Папу Римского, его молитву, или я не знаю там что-то, или церковь построить, или колокол отлить, как, ну, я знаю людей, которые тоже так делают. Хорошие дела, я ничего не говорю, что это плохо, но вы понимаете, да, что этого недостаточно, любой жертвы недостаточно для того, чтобы устранить вот этот разрыв. Должен быть кто-то, да, что выше всего этого, больше всего этого. И мы знаем, что только жертва Ешоа, Хамашиха, она могла покрыть, ну, она могла устранить вот этот разрыв между творением и творцом, между человеком, человеком и Богом. И последнее. Последний урок из сегодняшнего раздела Торы. Читая вот этот вот раздел о жертве всесожжения, мы видели, что в процессе очищения от греха участнил не только священник, Бог тоже был участником, он же давал прощение, да, но и часть дел лежала на самом человеке. И мне там все понятно, кроме одного, зачем ему надо было вот эти вот внутренности мыть этому человеку, внутренности и ноги еще, да, можно же было там все это дело положить, оно бы сгрело. Но, но смотрите, в целом принцип ясен, человек должен делать свою часть, то есть в процессе очищения от греха у человека есть своя часть, это все увидели, да, то есть все участвуют, Бог, священники, то есть те, кто учит человека, и сам человек участвует. Но вот омытие ног, оно тоже нам и внутренностей. И смотрите, Римлянам 12, 1, 2, оно как раз тоже об этом говорит, о жертве всесожжения, жертве живой. Только одна жертва была живой, когда человек получал благоволение, это жертва всесожжения. И там говорится, я все не цитирую, там говорится о том, что такие, что представьте тело ваше, в жертву живую и святую, и не сообразуйтесь веком си, но преобразуйтесь. Вот это вот как раз и есть, омытие своей внутренности, не сообразовываться, но преобразовываться. И вся Библия, она учит нас, любое послание, оно учит нас, вот как это делать. И, значит, ноги, да, вот, я думаю, что и то, что показал Ешо, когда мыл ученикам ноги, да, он там глубокий смысл заложен, но в том числе, я верю, что в том числе, что ходя по этому миру, мы пачкаемся, да, и нам тоже надо свои пути, свои ноги тоже омывать, то есть для того, чтобы мы всегда были чисты перед Господом. И у нас есть, мы знаем, Писание учит, если мы согрешаем, мы обращаемся к Богу во имя Ешо, и Он очищает нас от всякого греха. И это путь новый, друзья, вам не надо теперь тащить тельцов, убивать их, понимаете? Боже, жертва наплесена. Слава Господу! Слава Господу!